Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки и Ниндзя Легенды. Ну что, наступил понедельник, турнир закончился и мы забираем свой приз. Ну что, выпадает нам с тобой сюрикены 9660, плюс донателлофильм ДНК 50 штук, золотых осколков 90 штук и конечно же 75 штук платиновых осколков. Так друзья, мы заберем здесь за наградушку за нашу, так и сразу начнем с просмотра, что у нас на этой неделе будет разыгрываться. Так, ну что, на турнирке, как мы видим, у нас Леонардофильм. Для тех, у кого еще его нету, то, ребят, советую его приобрести. Так, а по испытаниям у нас День Дони, если я не ошибаюсь, то здесь у нас абсолютно все донателлы прокачаны, абсолютно все, поэтому это событие мы с тобой пропускаем. А космические странности, если я не ошибаюсь, друзья мои, тоже мы пропускаем, потому что все черепашки космос у меня прокачаны и Армагон, соответственно, тоже. Вот деле мои, что будем делать, друзья мои? Вот что нам делать? Если у нас все абсолютно здесь прокачаны, нету, ребята, смысла здесь, как говорится, рвать свою пятую точку, да? Ну, только лишь арена, больше ничего не остается. Так, ладно, давай пробежимся быстренько, наверное, по заданию. Нет, давай начали начнем с буста. Время, ребята, позднее, я только сейчас с работой пришел, поэтому видосик уже выпустится, к сожалению, во вторник. В понедельник я не успею физически, друзья мои, сейчас 10 часов вечера. То есть пока я сниму, пока сделаю, пока выложу, то есть уже будет выгоднее завтра его днем выставить. Ну, а сейчас пока попробуем хорошечно бустануться, если у нас, конечно, получится. Так, ну что мы видим, против нас 17-19 уровень, это для нас ерунда, потому что у нас с тобой, ну, как видишь, 54 уровни, это о многом о чем говорит, что мы их просто сейчас будем рвать, рвать и метать. Погнали. Так, сразу минус, да? Пич, ну еще бы, такой удар и не минус. Грешно было бы. Так, минус муха, и давай, наверное, так вот ножичками подчикаем Макмана. Все, друзья, первая победа, первый поединок. Двигаемся дальше. Так, смотрим сейчас, кто нам выпадет. Я, естественно, попробую сейчас буститься с каждым боем, прибавлять по одному кубку. Не знаю, получится или нет. Было у нас 11-11, да? Теперь давай попробуем вытянуть 11-12. Такое может, конечно, ребята, быть, но очень-очень редко, но попытаться можно. Вот, видишь, 11-12 мы с тобой получили. Ну что, как ты видишь, уже 22-й, 21-й и 20-й ранг. Опять же, для нас это все ерунда, все это семечки. Разберем и глазом не моргнем. Начнем с Кирби. Давай, Рафаэль. Так, естественно, он довольный. Так, карайка ты... Ой, Эйприл, а ты, наверное, давай попробуй караечку звездануть. Упс. Чего-то не получилось. Даже не попал. Но это и понятно, ребят. Куда ему попасть на своем-то маленьком уровне по нашему Рафаэлю? Так, двигаемся дальше. Без всяких, как говорится, задержек. Воин, три звезды. 99-е место. Ну, ты видишь, да, что под вечер уже, ребята, тяжелее стало играть, потому что уже определенные места забиты. И не получается такого супер-пуперского буста, когда ты его делаешь по самому откату. То есть, если бы я играл где-то в 4 часа дня, да, как только он произошел, было бы намного проще и быстрее. А сейчас уже под 10 часов вечера, как говорится, но тяжеловатенько бустится. Ну что ж, давай попробуем сейчас Криса уничтожение. Попробуем так сделать. Ох ты, Ванька, выжил. Ты посмотри-ка. Ванюша, ты что-то меня напрягаешь. Так, давай-ка, Донни, массовую атаку. Есть. Ну, видишь, Донни все исправил. Да, в любом случае, если бы мы даже не смогли бы их убить, и они начали бы делать свои хода, ничего бы они нам не сделали. Даже бы, наверное, не попали. Так, ну что, в элиту мы переходим. 97-я позиция. Так, ищем. 12-13 это у нас было. Нам нужно с тобой, наверное, искать 13-13, наверное, так. Или же вот. 12-14. Да что ты будешь делать-то? Зачем мне это? Давайте перелистывайте. Раз, два, три, четыре. Опять же, ребята, еще пока не полная команда у нас. Как видишь, четыре персонажа участвуют. Поэтому и награда еще не самая, как говорится, вкусная. Давай-ка пит на пит. Отлично. Наш победил. Роквелл, красавчик. Давай-ка сразбегу. Бомбани. Острозуба минус. И вот так вот попробуем сейчас сделать. Ты смотри-ка. Донателло не пробил. Ну что же. Пит, как говорится, нам в этом деле с тобой помог. Ну, а мы продвигаемся с тобой дальше. Давай-давай-давай быстрее. Ну, я думаю, что сейчас вряд ли мы попадем в элиту две звезды. Ну вот. Все из-за того, что, ребята, очень тяжело продвигаемся. Ну что, 12-14. Вряд ли они мне дадут, конечно, 13-15. Вряд ли. Надо было соглашаться на 12-14. Потому что сейчас, скорее всего, нам будут занижать. Ну, кто же это знал. Вот. Давай попробуем все-таки отыграть здесь еще. Что у нас? Крис Брэдфорд, я смотрю. Шреддер, Макман и Рокзар. И все это дело заправлено 30-м уровнем. 30-м уровнем и то только у Рокзара. У остальных всех 27-28. Так что сейчас, я думаю, никаких опять проблем не будет. Начинаем с массовых атак. И, как всегда, тут... Кстати, заметь, что у кроликов очень большая инициатива. Они всегда начинают первыми. В какой бы я отряд их ни взял, они практически всегда начинают первыми. Я боюсь представить, что будут на 100-м уровне. Они, наверное, будут одни из лидеров по инициативе. Но это мои предположения. Я точно тебе сказать не могу. Так, ну что, вот и элита две звезды. 62-я позиция. Слушай, ну мы тогда сейчас, наверное, с тобой перейдем в три звезды элиту. Так, давай-ка попробуем вытащить все-таки... Во! 13-15. То, что нужно. 31-32 уровень противника. Раз, два, три, четыре, пять. Конечно, обидно, что на событиях, ребята, мы не можем с вами заняться фармом. То есть, там все персонажи, которые разыгрываются, у нас есть. Поэтому я просто не вижу смысла эти события проходить. Так, давай-ка крэнк ракетками своими. Бомбани. Ух ты, не добил. Так, вот, ребята, надо испытать наш новый удар. Прекрасное, прекрасное такое огненное торнадо, которое делает у нас Микеланджело, да? Это же майки? Да, это майки. Ну что, мы с тобой, да, переходим в элиту. Три звезды. Как ты видишь, у нас восемь четвертая позиция. Во, 13-15. Ну что, давай попробуем еще немножечко здесь пошуметь. Возьму вот таких вот персонажей. У нас в этой свестке аж три Леонарда. Прикинь. Три Лео. Ну-ка, начнем с бомбочки. Ну, это майки. Бомбочка у него не прокачана, поэтому атака будет слабенькая. Так, выпускаем дрон или космический корабль. Не добили. А вот такая штука мне очень нравится. Тыч. Мало того, что блокировка исцеления так еще и наносит урон. Причем не кислый. Ну что, продвигаемся дальше? Так, мы с тобой еще в самурая не попали, да? Обидно. Ну ладно. 13-15. Ну, зато я тебе скажу другой плюс в этом во всем. Сейчас мы... Ох ты, 13-16. Сейчас мы с тобой будем подниматься до определенного уровня. И нас уже не так быстро будут сбрасывать. То есть, ты понимаешь, да? Мы сейчас дойдем до определенного ранга. И скинуть уже так быстро у них нас не получится. А вот если бы мы с тобой по откату именно в 4 часа дня начали бы играть, мы бы дошли, например, до Лиги Мастеров или до Лиги Сюгнов. И нас бы обязательно скинули бы буквально там через час, через два где-нибудь до самураев. Вот такая вот здесь, ребят, дилемма. А сейчас вряд ли. Так, ты смотри, Майки делает отхилл. Ну, давай я сделаю волну. Так, минус Майки. И бросим туда галушку вот эту вот. Все. Этого было достаточно. Я даже не сомневался, что мы с тобой пройдем. Поэтому двигаемся быстренько дальше. Ну что. А вот и самураи. Место у нас 59-е. Так. 14-17. Ты глянь-ка, а. Неплохо, я тебе скажу. Что-то какие-то, ребят, подтормаживания есть. В игре я прям чувствую, что персонажи не сразу выбираются. Я не знаю, с чем это может быть связано. Так, ну что, сделаем дебаф. Я представляю, если Хану прокачать вот этот дебаф по полной программе. Вообще по полной. Ну, то есть до шестой, а лучше до седьмой ступени. Он, наверное, будет так им понижать эту защиту, что любой мой слабенький персонаж будет просто уничтожать их. Вот почему-то у меня такое впечатление. Складывается. Так, Майки тут свои танцульки-пульки. Давай-ка мы туда клан футов собросим. На тебе, Майки. И ультразвук. Так, сразу двоечка упала. Ой, Рафаэль, не смеши меня. Это уже тебе не поможет. Это уже тебе не поможет, потому что сейчас Хан сделает пробивной. Выжил? Интересно. Хан, а почему ты так слабенько ударил? У него уже была пониженная защита, и он все равно, ребята, его не смог пробить. Интересно, девки пляшут. Ладно. Так, ну что, какая позиция у нас? Двадцатая? Вторая? Ну что же, тринадцать-шестнадцать. Берем вот эту вот команду с тобой. Ну, да что ж такое-то, ребят? Вот я говорю, что-то вот подклинивает как бы. Пролистываешь, оно... Как будто где-то подзаедает. Ну что, пятьдесят восьмой уровень. Кстати, противник нас практически, ребят, догоняет. Уже сороковые левлы против нас идут. Так что... О, смотри, видишь, я нажал? Не сработало. Надо было вторую нажать. Не знаю, в чем проблема. Так, давай-ка мы теперь кормюшкой Криса Брэдсворда пульнем. Угу, минус двоечка. Майки, майки. Не мог добить своего брата на майке. Все, ребята, идеальная победа. Отлично. И двигаемся дальше. Хотя бы до лиги. Сюгану бы нам сегодня дойти. Три звезды, естественно. Это было бы уже, ребята, прикольно. Так, а пока мы с тобой в самураях двух звездочках остановились. Так, четырнадцать, восемнадцать. Сорок пятый, сорок четвертый уровень против нас. Разница буквально, ребята, в десять уровней. В десять, одиннадцать. Это уже небольшой, кстати, промежуток. То есть, он сокращается. И, соответственно, враг уже где-то на десяточке будет практически на равных с нами. Если разница в пять уровней, то это уже, ну, опасность. Если мы на равных, то это, ребята, сто процентов будет проигрыш. Наш, естественно, проигрыш. Так, минус бибоб. Давай вот так вот. Мне нравится, как он разбегается. У него вечно какие-то такие тонны. Своей ногой, которой прилип люк, то какими-то кулачками, как по бойсерской груши, бомбит. То кучу мусора высылает. Универсальный магман. Ну что, ребята, чуть-чуть нам не хватило перейти в самураи три звезды. Ладно, ничего страшного. У нас еще, как говорится, есть порох в пороховницах. Поэтому двигаемся дальше. Так. Ну вот, вот, вот. Вот что это такое, а? Не понимаю я. Что это за подъедания такие? Эх, вы меня, ребята, конечно, в комментариях очень порадовали, что крысиный король действительно сильный. Я не знаю, после того, как, наверное, мы прокачаем с тобой магмана, мы, точнее я, наверное, попробую прокачать крысиного короля. Уж больно мне интересно. Неужели он действительно настолько крут? Это новый удар, ребята. Ага. Нашей Кунаичи. Я считаю, что это один из самых сильных ударов. Но смотри, она на себя вешает, ребята, дебаф. То есть замедление. Это не есть гуд. Зачем такое делать на себе? Не понимаю. Ну-ка, крыски. Давайте на выход. Угу. А если по земельке ладошками? Нормально. Да, я не знал, что он на себя вешает еще дебаф. Я думал, он восполняет здоровье себе, но... Видишь, что делается. Ну что, друзья мои, самурай 3 звезды. Место у нас 58-е. И мы двигаемся с тобой дальше. 14-18. Ну, давай возьмем вот эту, наверное, команду. Что-то мне подсказывает, что противник нас уже не догонит. Ну, просто физически не сможет. Мы уже с тобой на 60-х уровнях. Там немножко остается и будут 70-е. А он еще только на 50-х корячится. Так что шансов у него нас догнать даже нету. Ну-ка. Слабая муха. Слабая, очень слабая муха, ребята. Именно по ударам. По хилу замечательно, но по атаке оно вообще ни о чем. Ну что же. Давай посмотрим, какое место мы сейчас займем. У нас очень мало бойцов. Ты, наверное, заметил, да? Уже осталось. Да елки-палки. Мы даже... Мы даже в сегу еще не попали. Вот ядрить, макарить. Ладно, хорошо. По-моему, нам три звездочки не светят сегодня. Дай бог две. Ну, я имею в виду Лига Сегнов, две звезды. Хотя все может круто поменяться. Ну что, давай, наверное, с массовой начнем атаки. Ага. Теперь. Вот так вот сделаем. Оу. Шархан, ты меня поразил. Ты своим выстрелом просто всех смог добить. Круто. Ничего не скажешь. Так, ну что. Поздравляю нас с Лигой Сегунов. 71-я позиция. Как говорится, пошла жара. Именно с Лиги Сегунов, ребята, у нас начинается отсчет. А раньше, раньше в свое время у нас с Лиги Самураев был отсчет. Ну, как говорится, мы крепче, мы становимся круче, лучше, поэтому ставку для себя, соответственно, мы завышаем. Так, ну что здесь у нас паукус. Да тут вообще топчик. Да тут вообще топчик, смотри. Карайка бомбит, хоба. Дальше. Дальше. Рокзарчик. Давай, родной, вот на этого хана бомбанем. Плюс паутинка от паукуса. Вау, шикарно. Уничтожаем с тобой Шридера. И, естественно, Рафаэля. Все. Ни единого шанса не дали. Причем каждый успел сделать походу. Это круто. Ну что, смотрим теперь, какое у нас местечко будет. Я думаю, где-то 30-е. Ну, 32-е. Так. 15-19. Давайте-ка мне уже 15-20. Не буду давать, да? Нет, слишком много я хочу. А-а-а. Есть, есть. Далее мне 15-20. Раз, два, три. Четыре, пять. Ну все, ребят, тут уже пошла элита. Тут уже пошла элита. Естественно, им здесь уже ничего против нас не сделать. Невозможно нас уже здесь сломить. Потому что супертоповые бойцы пошли. Так что... Тут можно уже даже не комментировать. Просто делать свои действия. И, ребята, враги будут, естественно, однозначно наказаны. И валяться в грязи. Ну а мы с тобой будем спокойненько продвигаться. То есть еще где-то остается у нас с тобой, ну если брать по максималке, два поединка. Так, переходим мы с тобой на Лигу Семенов. Две звездочки. Три звезды, конечно, хотелось бы, но что-то не вытягиваем. Не получится. Ну давай ты что-то там подклиниваешься, я не понимаю. Вот. Ну да, и получится еще один поединок. И все. Мы, кстати, с тобой не посмотрели, что у нас за событие будет, например, пятничное, да? Мы посмотрели, какое у нас будет ежедневное, да? То есть, а вот, которое открывается в пятницу, мы не посмотрели. Точнее, я. А это нужно сделать, хотя бы знать приблизительно, чего там ожидать. Ну, мне кажется, там опять то же самое, что у нас уже пройдено. То есть, я вам говорил, что теперь вот будет, ребята, так как персонажей у нас очень много появилось, да? И нам нужны очень редкие только. Много событий будет проходить мимо нас. Так, 15-20. Мимо нас, потому что, ну... Как бы тебе это сказать? Я не вижу смысла фармить дубликаты. Для чего? Нету. Нету нежелания и... Зачем? Просто зря тратить время. Я лучше на арене потусуюсь. Или там что-нибудь другое попрохожу, да? Чем проходить то, что есть. Так, ну что, друзья, последний поединок у нас. Давай, Усаги, бомби. Ну, прекрасно, прекрасно. Остается просто добить их, и все. Так, удар сюда. Удар здесь. И все. Ну, и что по итогу мы получаем? В Лигу Сюгонов мы с тобой не переместились. Как ты понимаешь, да? То есть, в Лигу Сюгонов 3 звезды именно. Ну, попадем где-то на 50-е, может быть, на 60-е позицию. А, мы уже здесь. Так. Чуть-чуть нам не хватило буквально 1 поединок, ребят. Ну, ничего делать мы не будем. Откаты я приберегу. Завтра все равно у нас с тобой скин. Ну, это такой. Средний буст, если честно. Очень средний. Так. А, у нас Армагеддон, ребята. То есть, это фарм Армагона. Ну, да. Получается, что по событиям, по испытаниям у нас вообще полный фейл. Можно сконцентрироваться, конечно, на смятении из другого измерения. В принципе. Пройти на этой неделе. Что еще можно сделать? Да и, наверное, все. Вот и арена только у нас остается. Так, давай-ка мы с тобой ежедневные задания выполним. Так, поднять уровень персонажа, это понятно. Так, серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Быстренько пробежим. И у нас мы, кстати, с тобой заходим на второй, ребята, круг. То есть, первый мы как бы прошли. Точный уже, как говорится, переход на второй круг будет уже после того, как мы уничтожаем с тобой шредеры. А этот бой у нас как раз перед самим шредером идет. Так, секундочку. Вау. Ванюша, вот это ты порадовал меня. Давненько я не видел. Ну, кстати, радости это мало, потому что у Криса, точнее у Бакстера Стокман очень мало здоровья. Поэтому давай валунчик, наверное, зарядим. Угу. И хильнемся. Да, это необходимо сделать, потому что теперь все. Теперь можно добивать. Иначе Бакстер Стокман мог бы упасть. Особенно если какая-то есть концентрированная атака, именно на одного персонажа. Он мог бы не выдержать и просто рухнуть. Все. И это минус сундук. Вот так. А нам это не нужно. Вот. У нас, видишь, когда мы шредера с собой пробиваем, мы заходим с собой на второй вот этот круг. Финальный, так сказать. И после уже можно допереть до Крэнга. Так, ну что, победите в десяти в трех боях. Давай мы, наверное, сделаем. Так, мы ищем с тобой на Паукуса. Мы его еще до конца не прокачали. Ага. Так, ребят, здесь прокачиваем до пятой ступени. И здесь нам не хватает совсем мелочь. Шесть силовых ячей Крэнга. Попробуем сейчас выудить их. Одна. Вторая. Третья. Ничего себе. Четвертая. Четвертая. Пятая. И последняя. Давайте. Нет, нет, нет. Не микроскоп, а силовую ячейку Крэнгов мне, пожалуйста. Да что ты. Вот. Силовая ячейка Крэнгов. Все, ребята, мы нашли. И теперь нужно найти десять ящиков с инструментами. Один нашли. В принципе, можно тратить всю пиццу. Потому что, ну куда нам ее? Солить, что ли? Так, второй. Так, комикс там выпадает. Третий. Ну, мы насобирать не успеем, ребят. Четвертый. Пицца. Ой, да. Пицца кончится у нас быстрее. Ну, тем не менее. Нормально. Мы нашли. Нам надо будет еще три ящика найти. И все, ребят. И с паукусом будет покончен. Ну, в плане того, что мы его... Все скины ему прокачали. Так, теперь. Восемнадцать тысяч, да? На Микеланджело нам не хватает. К сожалению. Друзья мои, я, наверное... Сегодня... А, нет. Надо сделать. Надо сделать это. Ладно, давай тогда самого слабого прокачаем. Это у нас до сих пор еще бибобчик. Все. Пятьдесят пятый уровень у него. Забираем с тобой остатки. И все, ребята. Ну, а вы пишите сами ваше мнение по сегодняшнему бусту. Удачный же он или нет. Ну, а я прощаюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok